Есть в России блогеры, которые снимают полную, тотальную херню и при этом набирают просмотры. Поможет? Есть блогеры, которые набирают одни только дизлайки. Да-да, не удивляйтесь. А есть самая грустная категория блогеров. Это те люди, которых больше никто не смотрит. И я, Николай Соболев, не просто составил топ скатившихся блогеров. Я постарался проанализировать, а что эти люди делали не так или что они делают не так. Ну, давайте разберемся. Погнали! Остановитесь! Павел Микус, ну или Дуся Пук. Как вам удобнее? Всем привет! С вами будет блогер Дуся Пук. Многие, возможно, скажут, ой, нельзя говорить, что Паша Микус скатился. Многие, наоборот, скажут, что нельзя говорить, что Паша Микус когда-либо вообще поднимался. На лицо нас ссать надо Павлу Шликусу. Полнейшее отсутствие на ютюбе, полгода без роликов и постоянные отписки с основного канала. Как же так получилось, Паша? Было время, когда Паша Микус был, наверное, самой обсуждаемой ютюб-фигурой среди мальчиков после Ивангая. Они даже вместе депилировали ноги, а это уровень, я считаю. Помушки! Просто охуенно! Конечно, изначально скатиться Павлу Микусу помог Дмитрий Ларин. После его критических обзоров, жанр вайнов в России вообще стал считаться за шкваром. Вот так вот, в один момент. Так, Микус новое видео выложим. Блядь, ёб твою моб. Будь ты нахуй проклят. Вообще, знаете, я прекрасно понимаю, насколько это обидно и досадно. Потому что вот снимаешь ты свои ролики, пытаешься радовать зрителей, и тут какой-то непонятный чувак называет тебя хейтером. Колька, эй! Или не дай бог, кто-нибудь говорит «Желейщик». И вы в такой ситуации сидите и думаете, блин, ну почему я желейщик? Я же даже желей не люблю. Но всем абсолютно насрать. Некоторые после таких тяжелых ударов судьбы встают и идут прямо вперед дальше с гордо поднятой головой и становятся не Николаем Соболевым. И пишут книги об успехе. Четко. Но Паша Микус после того, как жанр вайнов стал отмирать, решил надеть на голову парик снова и двигаться в каком-то непонятном направлении. Дуси-блок! Дуси-пук? Ну это была ошибка. Микус удалил с канала Все Вайны, удалил с канала Дуси-пук и начал снимать мажорные повседневные влоги а-ля Дневник Хача. Но вот беда. Контент стал новым, а аудитория осталась старой. Привет! Вот вам, кстати говоря, свеженький вайн из Инстаграма, где Паша Микус предлагает почесать свою промежность. Ребят, всем привет. Я хочу показать вам один фокус. Для этого вам нужно будет свой указательный палец поднести вот сюда вот к экрану и вместе со мной начать делать вот такие движения. У-ху! О-эй! Вот это прикол! Убил меня этой шуткой! Да, шутка не смешная нихуя. А нечего было стебать мою книгу в Твиттере. Но это я не вставлю, конечно. Всем привет! Это Омское телевидение и с вами снова я! Ваш любимый жирный очкастый ублюдок, который только и умеет поливать всех дерьмом. Охуительно! Мало кто вспомнит из новых зрителей Ютуба, но Андрей Нефедов это был фактически король номер два после Ильи Мэдисона в 2011 году. Его смотрели вообще абсолютно все. Его смотрел даже Николай Соболев. Он снимал постановочную драку с Юрием Хованским. Раз, два, три! Не живу, блядь! С шалавами! Ты что, блядь? Бомбит! Даже иногда тусил с Ильёем Эдисоном, который, между прочим, сейчас отзывается о нём как-то немножечко странно. Интересного контента он не сможет сделать его вершиной от первых три выпуска шоколоблогеров, после которых он и скатился, собственно говоря. Вы спросите, как же так? Вот на человека, на Нефедова подписано 2,5 миллиона человек. Вот почему видеоролики смотрят, ну, от силы 100-250 тысяч? А на самом деле всё очень просто. Андрей ещё тогда, давным-давно, в тысяча каком-то там девятьсотом году, зашёл с контентом, где он угорает над школьниками. И вы знаете, что изменилось за все эти годы? Ни-ху-я! Подача, приколы и даже восхитительные шутки никак не эволюционировали за эти 4 или 5 лет. Мне всё равно пофиг! А мне пуфиг! Всем привет, с вами Крипер! Привет, Трипер! Нефиг, он сказал Крипер! А, Крипер! Ха-ха-ха-ха-ха! Ещё раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. Но знаете, что изменилось за эти годы? Название передачи. В один момент Андрей, видимо, решил кардинально изменить весь стиль и сменил название с ШБ на ШБ. Воу! Как он на это решился? Андрей заявил, что теперь в своей передаче он не будет просто тупо сидеть и обсирать школьников. Он заявил, что теперь это будет социальная польза, это будет конструктивная критика. Мы будем смотреть видеоролики начинающих блогеров и давать им полезные дельные советы. На, серьёзно! Знаете, я не поленился и открыл пару выпусков Андрея Нефёдова и послушал эту конструктивную критику. Я против Омской армии. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Упорт и в край моралфак. Но Андрей не просто выстёбывает этих школьников, он не просто смеётся над ними, он ещё и оставляет ссылки на их ролики в описании своего видео. И знаете, что происходит после этого? Ну, у нас ведь социальная программа, мы же не просто кого-то обсираем. Какие долбоёбы подписаны на этого говнюка? На что ты снимаешь? На мамкины трусы? Пиздец даун. Ха-ха-ха-ха! Вау! Даун! Причём серьёзно, ну, все снимали говнища, все с чего-то начинали, особенно в таком возрасте вообще, ну, невозможно снять что-то приличное. И ладно бы просто угорать над этими школьниками, детьми, но зачем устраивать коллективную травлю? Мне надо кидать суком на него. Ха-ха-ха-ха! Такие нюнечки я не могу! Я не знаю, смешно ли вам, но мне, честно говоря, вот реально стало немножечко жалко этих детей. И вообще, сидит 33-летний бородатый мужик и обстёбывает школоту. Ну, только не рыдай, я тебя умоляю. После того, как на этих детей обрушивается шквал критики и негатива со всего интернета, эта омская армия, состоящая из тех же школьников, просто уничтожает их каналы, мне кажется, это может привести только к суициду. Является ли это поучительным? Правильный ответ снова дал мальчик из Санкт-Петербурга. Ни-ху-я! Ну, может быть, я реально отбитый моралфак, или, может быть, я не понимаю просто юмора. Давайте сейчас каждый человек, который считает, что вообще троллировать школьников в интернете, высмеивать и травить их на ютюбе, это не очень смешно, поставить лайк этому видеоролику. Потому что, может быть, мне стоит изменить направление своей деятельности. Коля хейтер! Коля хейтер! На третьем месте даже не человек, а целая группа людей, которая зовётся... Майнкрафтеры. Игра Майнкрафт захватила ютюб, его снимали все, но время прошло. Такие известные летсплееры, как Лазуритный Гном или Бендер Чат с миллионной аудиторией, просто стали неактуальны и никому не нужны. Года два назад эта игра была просто сумасшедши популярна. Майнкрафт знали абсолютно все. Вот сейчас Майнкрафт у меня лично ассоциируется только с одним. У меня диссоциативное расстройство личности. И, в общем, да, это реальность 2016 года. В наше время все майнкрафтеры либо вымерли, либо просто сошли с ума. Я не знаю, как дальше жить. Сказочный долбоёб. Знаете, мне всё это напоминает историю с компакт-дисками. Когда-то магазины типа Айсберга или Титаника, я думаю, вы вспомните, были на каждом шагу. Диски даже брали в прокат. А вот сейчас магазины с дисками я встречаю даже реже, чем детёнышей голубей. Кто-нибудь знает, они вообще существуют? Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Юзя, он же useless mouth, он же в переводе бесполезный рот. Вы знаете такого? Буквально на прошлой неделе этот блогер заявил, что хочет удалить свой канал. На самом деле название ролика не врет. Я действительно удаляю свой канал. А когда-то это был самый топ Ютуба. Это был один из тех старичков, которые начинали ещё в 2011 году. Он стал фактически заложником жанра, как и майнкрафтеры. Просто в один момент это стало никому больше неинтересно. И он не смог перестроиться, впадал в депрессию периодически и забрасывал свой канал на Ютубе. А ещё Юзя просто люто психовал. Чё, дурак что ли? Знаете, мне кажется, самое время пускать соплю из носа и изображать самоубийство на стриме. Тысячи девочек по всей России хотят трахнуть Рому Жёлудя. Что пиздит эта проститутка? Рома Жёлудь, этот человек не просто скатился, он скатился на каких-то аэро-нано-санях. Его скорости могла бы позавидовать противоударная ракета 53Т6, скорость которой, между прочим, 5 километров в секунду. Вот так быстро он это сделал. Йоу-йоу-йоу-йоу. От эфиров пусть говорят... Давайте посмотрим, какие ролики Ромы стали мега популярны, миллионы просмотров. То 30 тысяч просмотров на канале в среднем, даже у его бывшей девушки Маши Шатровой, даже у Сергея Симонова и то просмотров больше. Но как такое может быть? В 2016 году Рома Жёлудь это не просто успешный блогер, это ещё и очень успешный музыкант. В его песнях мне больше всего нравится рифма. Тебе не нужен даже этот макияж, тебя с собою смело можно брать на пляж. Тебе не нужен макияж, тебя с собою можно смело брать на пляж. Раунд! Давай так, это не тик-так, время тик-так, нам уже пора бы фак. Супер, супер! Это не тик-так, время тик-так, нам уже пора бы фак. Блядь! Это пиздец. Друзей у него почти не было, для всех он был странным. Я был мальчиком, с которым никто не общался, и меня все ненавидели. Да, и в 2016 году всё вернулось на круги своя. Вы знаете, Рома Жёлудь всегда отличался качественным контентом. Меня зовут Рома, а фамилия у меня... ГОВНО! Но в 2016 году он настолько эволюционировал, что он наконец-таки нашёл идеальную формулу успеха. Видеороликов на ютюбе. Что за хуйня ебаная? Полный пиздец! Вы кайфанули, ваш клитор зашевелился. Да, со мной всё нормально, просто я немножечко шалю. Вы знаете, конечно же, я не могу точно утверждать, что Рома Жёлудь принимает наркотики. Хотя нет, могу. Ничто, как еда, не поднимает мне настроение. Ну, кое-что ещё поднимает, конечно. И знаете, вот пусть пример Ромы Жёлудь стоит перед каждым моим зрителем перед глазами. Потому что это идеальный пример человека, у которого было всё. Все перспективы. Но в один момент он просто обленился, зазвездился. Наверное, подумал, что он рок-звезда уровня Джареда Лето. Весь обкололся портаками и начал упарываться с пайсухой. Нормально стелешь, фрей-рок. Вы знаете, популярность, как любой другой успех, как вся наша жизнь, это очень хрупкая штука. Вот лично для меня популярность и какой-либо успех, это было мотивацией двигаться дальше. И достигать ещё больших вершин. Ещё ни разу мне не хотелось просто сесть у кровати, начать перечитывать деньги и снюхивать кокаин с груди своей девушки. Прости, папоша, никакого кокаина. Но это не точно. Вы помните актёра Макалии Калкина? Самый популярный ребёнок в мире. Фильм «Один дома» обожают все. Идеальный трамплин для того, чтобы стать суперизвестным актёром, казалось бы. Но знаете, как Макалий выглядит сейчас в свои 36 лет? Как наркоман. А всё потому, что он и есть наркоман. Именно поэтому есть три очень важных жизненных правила. Не принимайте наркотики. Не бухайте вы эту водку, блядь, с 17 лет залпом. И никогда не смотрите «Рому желудя». Ну а теперь подойди к зеркалу, пристально посмотри на своё отражение и скажи себе «Ебать ты лох!» Хуй тебе! О, такой! Ну а с вами был Николай Соболев. Самое время подписаться на канал и почему бы, ну вот просто, вот почему бы не поставить этому видеоролику лайк? Пишите, что вы думаете на эту тему и вот реально сможет ли хоть один из блогеров, которых я сегодня перечислил, как-то собраться и снова взлететь на Олимп Ютуба. Вот мне, например, очень интересно. Ну что ж, всем спасибо и до скорых новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok